В Хостинское общество инвалидов входит 940 человек. Конечно, все прийти на праздник не смогли, а многие из тех, кто пришел, приняли участие в выставке рукоделия. Это люди с золотыми руками и добрым сердцем. Так про них говорит председатель общества инвалидов Хостинского района Антонина Наумова. Они очень любят, когда выступают дети, поэтому на праздник, вы видите, все идут радостные, довольные, счастливые. Мы им подготовили также сладкие подарки благодаря нашим депутатам. Несмотря на проблемы со здоровьем, люди с ограниченными возможностями здоровья по возможности стараются собираться вместе. Перед детским концертом спели и сами. Говорят, унывать нельзя и порой сами служат примером жизнелюбия и жизнестойкости для других сочинцев. А в Хостинском районе, как и в целом в городе, для них создаются все условия. Реализуется программа «Доступная среда». Это создание безбарьерной инфраструктуры для инвалидов. Были разработаны новые стандарты строительства и всегда помощь оказывают депутаты городского собрания Сочи. Огромное спасибо нашим ветеранским организациям, спасибо нашим ТОСам, которые мы изо дня в день, каждый день стараемся находить новых, новых и чем-то хоть осчастливить. Потому что у них не хватает общения. Вот то, что сегодня здесь проходит, я думаю, что для них очень большая радость. Те, кто не может ввести у своих физических ограничений, каждому на дом придут и поздравят, отметят, что мы их знаем, мы о них заботимся и что они чувствовали, что они с нами. А в России, как и во многих странах, 3 декабря отмечается День инвалидов. Организована эта дата для людей, которым трудно преодолевать недуг. В Сочи проводятся целые декады инвалидов. Во вторник самых активных будут чествовать в зале органные и камерные музыки. Елена Авсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.